Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Владимир Фёдорович. Я тоже предлагаю взять смартфоны в руки и отправить пожелание здоровья Эльдару Скандарычу Тапузову, который, к сожалению, не смог выступить сегодня на конференции и предоставил на это возможность мне. Поэтому давайте пожелаем ему здоровья и вернёмся к теме нашего доклада. Итак, эффективность удаления первичной опухоли у больных метастатическим раком молочной железы. На сегодняшний день, говоря о хирургическом лечении первичной опухоли, нужно сказать, что при других локализациях, если мы говорим не о раке молочной железы, это является стандартным подходом. Это касается и рака яичников, это касается рака желудка, рака почки, рака толстой кишки и меланома. При всех данных локализациях удаление первичного очага входит в стандарты лечения и не вызывает какой-либо дискуссии среди онкологов. В то же время общеизвестны потенциальные минусы от удаления первичного очага, хотя работы достаточно старые, работы уже конца прошлого века, в которых, тем не менее, было доказано, что удаление первичной опухоли активизирует рост метастатических изменений и может привести к снижению иммунного ответа. Поэтому удаление первичного очага всегда является предметом дискуссии в отношении рака молочной железы. В то же время нельзя не сказать о потенциальных плюсах. Это снижение цитокиновой нагрузки, это удаление участков некробиоза, соответственно, зон плохого кровоснабжения, куда не поступают лекарственные препараты. Это снижение клеточной популяции и клонального пула, то есть фактически того источника, который может послужить в дальнейшем метастатическом распространении. И снижение числа циркулирующих опухолевых клеток ввиду удаления первичного очага. На сегодняшний день порядка 36 женщин с метастатическим раком молочной железы, которым не выполнялось местное возмездие на момент начала лечения, пришлось все же проводить те или иные хирургические или местные манипуляции. Это было связано, прежде всего, конечно же, с борьбой с осложнениями. Это могло быть вызвано с распространением опухоли, с появлением каких-то моментов кровотечения, с каким-то осложнением, связанным, допустим, с поражением костей, что приводило к тому, что приходилось выполнять то или иное хирургическое лечение. Если мы обратимся к стандартам НССН, то основной способ лечения, который рекомендуется, это, конечно, системное лечение, если мы говорим о метастатическом раке молочной железы. Безусловно, на сегодняшний день системное лечение – это тот вид лечения, который является основополагающим. Хирургическое лечение после начала системного может быть рассмотрено с целью предотвращения развития осложнений – изъязвления, кровотечения, боль, патологические переломы. Операция должна осуществляться только при возможности полного удаления первичной опухоли и при отсутствии очагов, являющихся непосредственной угрозой жизни. Альтернативным вариантом местного лечения в стандартах НССН рассматривается лучевая терапия. Ну, собственно, для того, чтобы ответить на вопрос, имеет ли эффект от хирургического лечения первичного очага или нет такого эффекта, надо, наверное, обратиться сначала к ретроспективным исследованиям, потом к проспективным соответствующим исследованиям. Ретроспективные исследования указывают на потенциальную пользу от полного удаления первичной опухоли при метастатическом раке молочной железы. В то же время в 2013 году на конференции в Сан-Антонио было представлено результаты двух рандомизированных исследований, в которых не было доказано эффекта увеличения показателей общей безрецидивной выживаемости у больных метастатическим раком молочной железы при удалении первичного очага. Тем не менее, в ретроспективных исследованиях эффект наблюдается, и он более чем убедительный. Одно из исследований представлено на данных слайдах, куда включалось более 300 пациентов, на котором демонстрируется улучшение показателей на 40% при хирургическом удалении первичного очага при пятилетнем наблюдении. Особенно хорошо, скажем так, ответили на данную манипуляцию пациенты, которые имели поражение костей и не имели висцеральных метастазов. Исследование, которое предоставлено на данном слайде, также демонстрирует увеличение медианы выживаемости. Более того, хирургическое удаление первичного очага фактически сопоставимо с добавлением таргетной терапии у больных и Р2-позитивным раком молочной железы. То есть хирургическая манипуляция на сегодняшний день по своей эффективности, если мы возьмем за основу данный протокол, сопоставима с одним из видов системной терапии. Ретроспективный анализ, куда входит уже более 4,5 тысячи больных, также демонстрирует значительное увеличение медианы выживаемости среди всех категорий пациенток. Даже тех пациенток, которые умирали достаточно быстро. 37% снижение риска смерти от рака молочной железы в течение 3 лет. Но опять-таки, это исследование, которое носило ретроспективный характер, и которое невозможно взять как основу для проведения в стандартах. Еще одно ретроспективное исследование, которое длилось достаточно долго, в течение 10 лет, и которое также демонстрирует лучшие показатели общей выживаемости у больных с метастатическим поражением при диагнозе рака молочной железы в случае хирургического вмешательства на первичном очаге. С большой гордостью должен сказать, что под эгидой Российского общества онкомомологов проводилось сходное исследование. Оно носило ретроспективный характер. В нем принимали участие наши коллеги из Института Блохина. В нем принимали участие наши коллеги из Ростовского института онкологии. В нем принимало участие результаты лечения больных, проходивших в нашем учреждении в Институте онкологии. И в данном исследовании также было продемонстрировано, что хирургическое вмешательство по удалению первичного очага, радикальное хирургическое вмешательство, демонстрирует лучшие результаты у больных, нежели той группы больных, которые не подвергались хирургическому вмешательству. Очень важный момент в данном случае являлись края резекции. Насколько радикально, если это слово применимо для хирургического вмешательства при метастатическом раке молочной железы, выполнено удаление первичного очага. При радикальном вмешательстве были продемонстрированы наилучшие результаты. И нужно сказать, что эта работа, она, наверное, является одной из первых, которая проводилась под эгидой Российского общества онкомомологов. И самое главное, что она организовала несколько ведущих учреждений страны. И эти результаты, конечно же, являются более чем презентативными. Метаанализ, как следующий этап доказательной медицины. На данном слайде представлены результаты 10 исследований, более 28 тысяч пациентов, увеличение трехлетней выживаемости 40 против 22% у тех больных, которым не проводилось хирургическое вмешательство. Еще один метаанализ, который демонстрирует наибольший эффект в той группе больных, которые имели эстроген-положительные рецепторы, прогестерон-положительные рецепторы и HER2-негативный статус. Фактически все метаанализы, которые на сегодняшний день существуют в открытом доступе, демонстрируют улучшение показателей общей выживаемости у больных с диагнозом рак молочной железы при наличии метастаз при удалении первичного очага. Но есть такая вещь, как рандомизированные исследования. В 2013 году было представлено два рандомизированных исследования. Одно из них представлено на данном слайде. Это коллеги из Индии, которые предоставили результаты длительного исследования и продемонстрировали отсутствие какой-либо пользы от хирургического вмешательства при лечении больных метастатическим раком молочной железы. Более того, даже при изолированном поражении костей скелета и при менее чем трех очагов метастазов местное лечение по данным рандомизированного исследования ухудшало общую выживаемость. На самом деле, конечно же, можно приводить метаанализы, можно говорить о ретроспективном анализе, но когда представляются данные рандомизированных исследований, это является более чем убедительным. Дизайн данного исследования представлен на данном слайде. Я не буду вас утомлять подробным разбором, но хотел бы остановиться на некоторых моментах. Исследование длилось 8 лет, и при этом было набрано всего лишь 716 пациентов. Исследование проводилось в Центральной клинике Бомбея, не самого маленького города, и количество заболевших с диагнозом рак болочной железы, наверное, там все-таки достаточно большое. Прогрессирование или отсутствие ответа на первую линию лечения у 40% больных? Мне очень интересно, что же это за методы лечения были предложены женщинам с диагнозом рак молочной железы метастатической формы, когда у 40% больных отсутствует ответ на первую линию лечения? Не очень хорошие результаты. И 165 операций у больных с метастатическим раком молочной железы, и ни одного случая позитивного края резекции. Ну, великолепная хирургия, что я могу сказать, при метастатическом раке молочной железы и ни одного позитивного края резекции. Это выглядит достаточно подозрительно, но, тем не менее, это исследование было доложено, и в 2013 году оно явилось основой для того, чтобы хирургическое лечение не вошло в большинство стандартов. Еще одно очень интересное исследование также было представлено в 2013 году в Сан-Антонио. Это мультицентровое исследование, третий фаза рандомизировано, куда было включено 274 пациентки. Два рукава. Первый рукав – это хирургическое вмешательство на первичном очаге, зачем системная терапия. Второй рукав – системная терапия и местная терапия для лечения местного рецидива. Исследование было достаточно хорошо продумано. В него включались пациенты с различными локализациями, но основная все-таки локализация – это метастазы в кости. И самое интересное, что в 2013 году были представлены трехлетние показатели, которые вы видите на данном слайде. Трехлетние показатели расходились не очень сильно, и на тот момент они не имели статистического расхождения. Но в 2016 году коллеги представили пятилетние данные того же самого исследования. И пятилетняя выживаемость расходилась достаточно сильно. В группе с хирургическим вмешательством – это было 41,6%, а в группе фактически без хирургического вмешательства – 24,4%. Медиана общей выживаемости расходилась фактически на 10%. Особо хорошие результаты были получены в группах, конечно же, с костными метастазами. Именно с метастазами в кости удаление первичного очага дает значительное улучшение показателей пятилетней выживаемости. А в то же время множественные метастатические очаги в легких и в печени не дают нам такого значительного улучшения показателей общей выживаемости. Более того, удаление первичного очага при множественных метастазах в легких и в печени демонстрирует совершенно другие данные, ухудшая показатели общей выживаемости. Тем не менее, говоря о выводах этого исследования, можно сказать, что одинаковая трехлетняя выживаемость, да, была продемонстрирована в 2013 году. Но в 2016 году наблюдается значительное увеличение пятилетней выживаемости, и медивеновыживаемости при хирургическом вмешательстве по сравнению только с одной системной терапией. Значительное увеличение уровня выживаемости с первичной операцией у пациентов под группой наблюдалось с положительными рецепторами эстрогенов и прогестеронов и с единичными костными метастазами. К сожалению, у пациентов с множественными метастазами в печени и в легких наблюдается более низкая общая выживаемость с первичной операцией. Роль и время выполнения операции по удалению первичной опухоли у пациенток с впервые выявленным эстетическим раком молочной железы является на сегодняшний день предметом изучения и исследований. В мире идет немного, но достаточно рандомизированных исследований, которые представлены на данном слайде. В ближайшее время заканчиваются уже некоторые из них, но окончательный анализ мы увидим только в 2018, 2019, 2025 году. Да, еще достаточно много времени, которые, наверное, будут возникать те или иные дискуссии, но на сегодняшний день рандомизированные исследования, которые продемонстрированы, данные метаанализа, которые также были мной продемонстрированы, все-таки заставляют задуматься о том, что, вероятно, существует подгруппа пациентов, которые могут подвергаться хирургическому вмешательству по удалению первичного очага. Особенно это, наверное, характерно для пациентов с единичными костными метастазами. Говоря о хирургическом вмешательстве у больных с метастатическим раком молочной железы, нельзя не сказать все-таки о хирургическом вмешательстве, направленных на удаление отдаленных метастазов. Много таких исследований существует, в основном не носят исторический характер, и надо сказать, что очень небольшое количество пациентов входит в эти исследования. Они продемонстрированы на данном слайде. Хирургическое удаление изолированного метастаза в легкие – вопрос на сегодняшний день абсолютно дискутабельный. Но вопрос, который нужно, я посчитал, возможным осветить, это то, что иссечение метастатического очага – это не только лечебный момент, но и важный диагностический факт. По данным литературы, которые были представлены на предыдущих слайдах, метастатические очаги в легких оказывались очагами доброкачественной природы или с совершенно другими злокачественными новообразованиями от 7 до 66%. Единичный очаг в легкие – это повод задуматься о том, действительно ли это метастаз рака молочной железы, или это совершенно другое заболевание, или это метастаз совершенно другой опухоли. Поэтому верификация единичного очага у легких на сегодняшний день, мне кажется, неоспоримой. Она должна проводиться, если для этого существуют технические возможности или состояние пациента позволяет это сделать. Хирургическое лечение изолированных метастазов в печени. Здесь данных еще меньше, исследований на самом деле достаточно мало. И на сегодняшний день, в принципе, мы не можем говорить о том, что хирургическое вмешательство на очагах в печени при метастатическом раке молочной железы дает какие-то значимые изменения в показателях общей безрецидивной выживаемости. Скорее, тщательный отбор пациентов той группы, которую мы можем назвать благоприятным прогнозом, хотя, конечно, это слово «благоприятное», наверное, стоит взять в кавычках, потому как метастазы в печени при раке молочной железы, ну, скажем так, не очень благоприятный фактор. И на сегодняшний день у нас нет данных о том, чтобы сказать, нужно ли проводить это исследование или нет, или, вернее, ввести в стандарты. Скорее, это предмет дальнейшего изучения. Подводя итоги своего сообщения, мне бы хотелось сказать, что проведено очень много ретроспективных исследований. Проведено достаточно внушительные данные метаанализа, которые говорят о том, что отмечается увеличение общей выживаемости при удалении первичного очага при метастатическом раке молочной железы. В мире существует только одно на сегодняшний день проспективное рандомизированное исследование, которое демонстрирует противоположные результаты. Наверное, возможно, стоит пересмотреть результаты данного исследования. Удаление одиночных метастатических очагов в легких сопряжено, конечно же, с увеличением общей выживаемости. И самое главное, что это вопрос дифференциальной диагностики, который действительно стоит ставить перед диагностами, перед коллегами для того, чтобы верифицировать этот очаг. Удаление очагов в печени. Наверное, мы можем обсуждать определенные клинические ситуации, когда это возможно, но говорить о том, что это стандарт, наверное, невозможно. Ну и, конечно же, необходимо проводить дальнейшие исследования, потому что, как уже много раз мы говорили, нашим пациентам, наверное, нужно больше науки, а не больше хирургии. Спасибо большое. Спасибо, Пётр Владимирович. Конечно, можно. Но один вопрос. Глубоковажаемый Пётр Владимирович, спасибо большое за блестящий доклад. Нас приветствуют коллеги из Сургута и задают следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, вопрос идет, поскольку вы говорите, я дословно прочитаю. Метастазы в контрлатеральную молочную железу или же это первичная опухоль, как отличить одно от другого и, соответственно, хирургические подходы? Дословно вопрос коллег из Сургута. Отличить метастаз или первичную опухоль может только один человек, это патоморфолог. Никто другой вам не может сказать, метастаз это или это первичная опухоль. Если вы уверены в том, что при выявлении опухоли в контрлатеральной молочной железе нет отдаленных метастазов, то никаких вопросов, есть ли показания к хирургическому лечению в данной ситуации не возникает. Поэтому надо исходить из той клинической ситуации, которая существует, и ответить, что с этим делать. Сначала надо провести правильную диагностику, исключить отдаленные метастазы, потом решить, нужно ли проводить неодевантную химиотерапию или начать с хирургического этапа и затем уже принимать соответствующее решение. Владимир Федорович, еще прошу прощения, вопрос из Чебоксар, только что высветился в интернете. Добрый день, какая тактика лечения применяется вне онкологии Петрова, какой объем оперативного вмешательства на молочной железе вы рекомендуете при метастазическом раке? Я имею в виду, здесь, наверное, речь идет о диссиминированной раке, лампотомии, резекция, мастектомия и так далее. Спасибо. На сегодняшний день при выявлении пациентов метастатических раком молочной железы с метастазами в кости, и если это люминальная группа гормонозависимая, мы, тем не менее, начинаем с системной терапии. При достижении положительного ответа рассматривается на мультидисциплинарной комиссии, конечно же, вопрос хирургического вмешательства на первичном очаге. Сказать, что мы отдаем предпочтение мастектомии или люмпектомии или орган, сохраняющий операции, наверное, однозначно я не могу. Это всегда вопрос, который решается индивидуально в зависимости от клинической ситуации. Но то, что пациентам с гормонозависимым раком молочной железы с метастазами в кости мы при положительном ответе на системную терапию предлагаем хирургическое вмешательство, это, да, действительно является стандартным учреждением. Спасибо большое. Спасибо.